12 июня, в день России и в день рождения главы округа Дмитрия Акулова, в сквере на улице Глинки Сергеева Посада, собрались сотрудники администрации, депутаты разных уровней, почетные граждане района, ветераны боевых действий, представители общественных организаций. Обсуждали макет памятника героям, не вернувшимся с полей сражений специальной военной операции. Новая композиция, как своеобразный символический портал, будет установлена в начале всего мемориального комплекса, и через нее станет видна уже существующая стела воинам-интернационалистам, погибшим при исполнении воинского долга. Таким образом, идейно и тематически объединится весь мемориал. Свою работу презентовала автор проекта, скульптор Виктория Гусева. Мы собирались здесь, обсуждали все, было много идей, мы за все брались идеи. Все я пыталась в эскизах, в объеме показать, и хотели семью сделать, и мальчика, который провожает образ Алешки. Тоже все это было пролеплено, но в итоге выбрали вот такую концептуальную, символичную вещь, такой объект. Ну и немного про саму идею хочу рассказать. Можно это воспринимать, как такая арка, она такая рваная, потому что она символизирует события достаточно разрушительного характера. Внутри мы видим силуэт, силуэт солдата, и деталь, прикол в этот взгляд, деталь, это голод, который символизирует святой души. Своими видениями по созданию памятника делились собравшиеся на худсовет. Предложение внес и инициировавший возведение монумента депутат Государственной Думы Сергей Пахомов. Вопросу выбора материала было уделено особое внимание. Вопрос о том, что можно ли сделать это из кампании, что может быть, что придется просить. Это можно, конечно, но это будет долго. Это процесс займет... Ну сколько долго, ну сколько? Ну не десятилетия, не года. Десятилетия. Ну сколько? Нет, а это надо, знаете, для того, чтобы принять решение, нужно же все варианты обсудить. То есть только у нас варианты какие? Условно говоря, архитектурный бетон, бронза и, ну, отлить, либо камень. Ну их надо просто все обсудить и взвесить. Ну первое, бронза. Ну я вот не знаю, как бронза. Нет, сейчас бронза вообще не используется. Бронза? Нет? Используется, используется. Ну используется, да. Ну просто вроде тут как бы камень, символ камня. Ну на СВО особо бронза-то и нет, в принципе. Там же бетон, поэтому правильный вопрос. Про камень, мне кажется, было бы интереснее, конечно. Да, ну ладно, бронза отщекли, архитектурный бетон остается. Бронза, камень, а третье что? Архитектурный бетон. Есть камень-дерки, эти помещения, которые... Камень, наверное, он... Нет, ну в принципе, в принципе, саму скульптуру, саму скульптуру исполнять не надо. Надо же силуэт просто вырубить. Это проще же, чем скульптуру сделать. А сечем лишнее, как говорил Микеланджело. Камень, это более энергозатратный, более долгий процесс. Я думаю, что в бетоне будет отличие, ну как бы более реально. Он прочный, да. То есть он влагостойкий, там, чтобы туда пришлось. Архитектурный бетон, то есть это все равно искусственная такая субстанция. И так или иначе, она там через какое-то время, через 10 лет, она придет и может прийти в неизвестно какой вид. Я вот об этом... Может быть, он сейчас вечный, я не знаю. Если делать из составного камня, то, ну я не знаю, я хороший из составного камня. Я видел, там, где, ну здесь же не подразумевается шло, ну шло, здесь подразумевается поедино. То есть если делать, то к из целом. Я думаю, что надо, ну, утвердить, как мне кажется, если нет возражения саму конструкцию, а два варианта, один вариант с камнем и второй вариант с бетоном, просто проработать. Это уже техническая часть. Получится, если из камня, значит, надо будет делать из камня. В адрес автора проекта прозвучали предложения, замечания, дополнения. Я считаю, как вариант, надо вот еще раз кто-то посмотреть. Мне кажется, логично, это было бы, что это из груда камней. Да, ну, это же предразумевается, что что-то... Потому что иначе будет непонятно, что за бетон и почему в нем. Ну, понятно, а я просто, если делать из камня, как вариант, слажен, то просто проработать, чтобы было более четко, чтобы было как будто бы сложено из камней. Тоже вариант, давайте проработать. Вообще по образу это точнее даже было, честно говоря, точнее. Может, мы можем делать два варианта материала, или что? Сейчас мы говорим уже об образе, о самом... О самом... Сам вариант, то есть видите, как. Просто сделайте такой же, вы можете еще на ходу вылечить? Вот только вылепите его, как будто камни сложены. Я поняла. Ну, вот дом, чтобы бомбили. Что было видно, да. И остатки, и в двух стеклях, и вдруг сложили. Мне кажется, что это можно приобрести. Ну, как вариант, и мы тогда это сразу увидим. Потому что так хорошо, что это мы утеряли. И какая-то связь получается, понимаете, даже вот виси. Мы будем видеть эту стелу, да? Она же тоже... Об этом была рисована. Это будет натуральную величину? Натуральную величину у человека? Или так? Да, там все, понимаете, будет натуральная величина. Здесь должны быть какие-то ушки для шлема. Нет, мы уже там все нарисовали. Там все есть. Вот, покажите. А-а-а, все, уже все есть. Автомат будет. Какое чудо, это шлем. Просто почетче будет. Да, это шлем, вот что бы... Надо внимательно посмотреть, какая плитка будет к этому. Может, по цвету. Нет, может, по цвету. По цвету. Допустим, это белая, а там, может, темная какая-то. Сейчас контраст лучше потемнее. Мы можем это все организовать вместе. Вы оставили все-таки фонтан, вот о котором долго спорили, да? Да, фонтан, он просто там коммуникация запрещена. Он в проекте. Но он тоже будет под эту концепцию как-то подстроен? Или останется как бы... Нет, он просто приведен в порядок, да, и сделано новое у него... Ну да, чтобы как-то в образе все это было в одном, да, стильность. Остановимся тогда, давайте на этом. Просто дорабатываем тогда уже детали. Посмотрим камень, бетон. Вы нам сделаете типа из камня, из сложных камней. Мы их две сравниваем, примем решение и пойдем, чтобы там все получили. Еще чем-то будет выполнять. Вообще, саму площадь, я имею в виду, я говорю. Мы, конечно, хотим здесь посадить небольшой храм. Чтобы он прямо вот в одну линию стоял. И чтобы он был, конечно, с той же самой тематики. Небольшой, такой храм, чуть больше часов. И мы их просто будем ставить действующие. Понятно, что без всяких ограждений, без заборов. То есть, чтобы мы потом могли эту площадь, условно говоря, продолжить. И храм просто, чтобы еще одной, как бы, еще одной композиции сзади стоял. Аккуратный, небольшой, просто врезанный в площадь. Без заборов, без... Вот он, потому что он с этой стороне, в общем-то... Храм. Ну и... Ну, мне кажется, что это было бы... Было бы... Юргий Победонос или вот, ну, что-то... Александра Невского как раз это обсуждали. Мне кажется, они подобрать бы его аккуратненько. И он бы как раз у нас... Такой же... Идея создания и возведения нового памятника волновала всех. Я хочу сказать о том, что вот то, что здесь сегодня мы обсуждаем, это очень важно для тех, кто конкретно встал на защиту нашей Родины. То, что вот именно рождается при участии таких замечательных, как людей, патриотов своей страны, как Виктор Юрьевич Багров, прежде всего, как наставник, замечательная Вика Виктория Гусева. Это уже молодой преподаватель Высшей школы народных искусств. Поэтому я считаю, что у нас есть здесь и другие работы, есть, будем говорить, проектировщиков работы. Но мы сегодня посмотрим все. На мой взгляд, очень удачное решение, художественное. Вот. Мы с точки зрения деталей, я считаю, подработаем. Потому что, ну, видно. Если у него он автомат держит, то, конечно, ствол должен немножко выходить с цевьем. Это будет более четко, детально. Вот. Плюс по карманам там немножко, карманы усилием. Ну, чтобы видно было, что это форма. Что не просто человек стоит, а вот именно эта форма, которая сейчас. И что в рукавах у нас, в карманах там и жгуты, и бинты, и вот это все. Ну, это уже детали. Очень интересное решение. То есть, как бы стоит воин, да, и мы понимаем, что он ушел, но он с нами, его видели. И через него, как бы, мы видим жизнь. То есть, он, благодаря им мы живем. Я думаю, что в процессе работы она, конечно, немножко изменится. Там острота появится, это профиль появится четче. Я думаю, что надо сделать над головой, как бы, символ с ним. Это тоже. Я не сказал, но это появится. Оно уже появилось. Замечания были. Я очень рада была их слышать. Я обязательно все учту. Все было верно сказано. Концепции не отошли. От моего видения и образа не отошли. Немного нужно уточнить силуэт. А конкретно увеличить шлем и накладные карманы. И решили, что, ну, можно попробовать еще более проявить оружие. Продлить вот здесь вот автомат, продлить и сделать деталь, мушку. Чтобы это было понятно. В основании будущего памятника планируется заложить капсулу с горстью родной земли, которую в сражениях отстояли наши герои. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!